которая называется Мишпатим, глава называется Мишпатим, значит так и пишу глава Мишпатим и день сегодня четвертый день, четвертый, четвертый день недели уже представляете приближаемся к шабату, значит сегодня урок я хочу посвятить чтобы было полное выздоровление Раиса Бат Александр, это моя теща Раиса Бат Александр, чтобы она выздоровела, чтобы Всевышний дал силы на выздоровление очень важно, кстати, я слышал один совет такой очень хороший, что говорить не больной, а выздоравливающий то есть говорить о том, куда ты идешь, а не фиксировать проблемную ситуацию, а наоборот фиксировать свое желание поэтому для полного выздоровления, выздоравливающий Раиса Бат Александр и чтобы все, кому нужно выздоровление, чтобы тоже у них было выздоровление и присоединяюсь к вашим молитвам, потому что это очень важно человек когда болеет, он как бы сразу для него все теряет важность, кроме здоровья кроме того, чтобы быть здоровым, и это очень такая вот интересная закономерность человек может заниматься чем угодно в жизни, вообще не обращая внимания на здоровье там все ему кажется важным, потом один момент болезни, и для него все теряет смысл чтобы было выздоровление, чтобы у всех было полное выздоровление итак, мы находимся, глава Мишпатим, глава Мишпатим, глава Законы и вот здесь как раз ответы на все вопросы на все вопросы по тому, почему с людьми случаются какие-то вещи, неприятности и смотрите, как работает мир то есть если ты, например, вот дует ветер и ты берешь, плюешь против ветра то что будет? оно на тебя же попадет и ты же не говоришь, что ай, какой ветер плохой правильно? но хотя есть такие, которые скажут, что ветер плохой есть такие, которые скажут, мне не повезло скажут, да? третий скажет, это огромная несправедливость что так произошло но четвертый скажет, слушай, это закономерность это закон, я плюешь против ветра, на тебя попадает встывешь пальцы в розетку, бьет током и когда для умного человека наступает какая-то неприятная ситуация в жизни он может понять и догадаться, что это следствие взять за это ответственность и постараться исправить исправить причину а причиной всего, что происходит в жизни каждого из нас являемся мы сами и вот, значит, четвертый отрывок начинается со слов значит элоим лотикалель выноси баамхо лотау значит, элоим это кто? вообще слово элоим это, когда мы говорим про Бога, это всесильные но почему-то оно используется еще в других контекстах значит, это слово переводится, вот дословно его как бы структура, его сущность это сила, да? и это слово переводят, что сильных мира сего, то есть судей, да? элоим это еще и судей называется те, которые управляют законами в этом мире, они судьи их нельзя проклинать почему это их нельзя проклинать? да? Раша объясняет это предостережение что не проклинать судью значит здесь очень интересная вещь а, и кого, и носи, и князя, царя в твоем народе не проклинать значит, здесь говорится о еврейском народе здесь говорится о том, что еврейский народ находится под под очень пристальным и быстрым вниманием Всевышнего и идет очень, очень сразу идет отдача то есть во всем мире она идет точно так же но с задержкой может быть задержка но вот именно земля Израиля которая, которая находится это как дом Бога, как дворец царя, да? святое место а храм еще более святое место то есть это место, где вот этот вот божественный свет он очень мощно и сильно светит и сразу дает отдачу и здесь написано, что если ты будешь проклинать судью который, который судья Тора имеется ввиду, да? который судит по законам Бога и носи это тот, кого Бог поставил царем, князем, да? будешь проклинать то, что сразу будет отдача то есть здесь запрет не делай этого а если сделаешь как плюнешь против ветра какая будет отдача? ну в зависимости от многих других факторов но конкретно здесь это запрет Торы и если мы переведем его сейчас на язык современности то человек, который проклинает другого человека должен знать что та мера, которую человек меряет меряет ему то есть ты кого-то проклял все, значит на небе включился уже на тебя какой-то какой-то тоже момент ты, значит, кого-то лекалель это чем разница от Таор в лекалель клала ну то есть это разные разные оттенки проклятия и то, что ты желаешь кому-то оно, не дай Бог, может повернуться же на тебя и оно, смотрите, тут интересно как один говорит вы знаете, я вот там в советское время был такой анекдот один говорит я протестовал против я был диссидентом второму говорит каким ты был диссидентом ты, значит, в этот самый я знаю тебя ты был там комсомольским этим лидером он говорит дай тебе говорю я был диссидентом я даже в знак протеста вышел на Красную площадь и посередине Красной площади возле мавзолея прямо напротив мавзолея значит, пописал ты говорит да что ты рассказываешь что тебя посадили на 10 лет он говорит дай тебе говорю я так сделал он говорит не верю говорит я сделал так он говорит а что ж ты не посадили Говорит, а я штаны не снимал. Вот клятва, она действует примерно как вот этот вот случай, который я описал, да. Человек, который проклинает другого, клятва внутри него остается. Он как будто бы штаны не снимал. То есть тому, тому, кстати, тоже будет вред. Да, если у того есть за что зацепиться, то есть он уже на небе там создал себе черную тучу такую, знаете, грозовая туча, но с которой дождь не идет. Вот. Теперь иногда достаточно легкого, достаточно такой соломинки, чтобы этот дождь пошел. И проклятие, которое кто-то на него делает, это может быть этой соломинкой, которая запускает механизм. Но тот, кто проклинает, он точно такую же соломинку вкладывает в себя, не меньше. Поэтому нет смысла никакого никого проклинать, это очень вредно. И проклинающему, и проклинаемому. Так что не делайте. Дальше. Дальше Всевышний продолжает давать нам законы, но еще раз повторю, это конспект устной торы. И мы из этого понимаем общие законы, которые действуют в разных сферах. Например, здесь говорится, что когда у тебя будет урожай, нужно часть урожая, десятую часть урожая отдать левитам, священникам, 2% от трума отдать коинам. Есть массер, который десятую часть ты отдаешь бедным, один массер ты съедаешь, празднуешь. Очень есть. Когда ты получаешь урожай, то этот урожай, в нем уже запрограммированы доли, которые ты должен отдать для твоей пользы. Например, какая гениальная доля, есть 10%, называется массер шини, которой нужно было десятина, которая в семилетнем цикле 2 года всего это было, надо было ее отделять. Значит, нужно было ее собрать и идти в Иерусалим на праздник, и там все это потратить, отпраздновать с семьей, с гостями, с друзьями. То есть, обязательно нужно было отпраздновать, что Всевышний дал тебе урожай. И, значит, здесь говорится, что с этим не откладывай, не откладывай на потом, значит, должен сделать, делай. То есть, не откладывай на потом. Хорошо, теперь дальше. И первенца из твоих сыновей посвящай мне. Значит, непонятный закон, да, вот так логикой ты думаешь, а почему первенца нужно посвящать Богу? Здесь нам показывает Всевышний, что есть некая иерархия в духовном мире, которую мы своим материальным зрением понять не можем. И первенец в этой иерархии, он как бы, это первый сын, первый сын матери, первый отца. То есть, в этом есть какая-то, вот знаете, сейчас появилась система системной расстановки, родовые разные программы и так далее. Причем, если даже кто-то умер в раннем возрасте, но это тоже влияет там и так далее. То есть, есть много таких влияний, которые мы ни глазами не видим, ни интеллектом не понимаем, но они есть. И на первенца оказывается какое-то особое внимание в этой иерархии духовной. Поэтому первенца Всевышний сказал, посвящай мне. Теперь, дальше идет, что первенец из скота, первое животное у скота, на восьмой день его нужно. Она там, то есть, идет как? Или ты посвящаешься Всевышнему, но так как наше общество на сегодня очень от святости далеко, то мы, есть выкуп первенцев, то есть, есть священники, которые посвятили свою жизнь святости, служению Всевышнему. И мы, как бы, то, что должно было быть посвящено Всевышнему, мы выкупаем у Всевышнего, как бы, да, выкупаем, а деньги эти даем тем, кто посвятили свою жизнь служению Всевышнему. Поэтому здесь очень важно, вот, нужно понять этот закон, что есть люди, которые называются, вот, следующий отрывок у нас, он звучит так. Ван шей кодэш тих юн ли. Он говорит, людьми святости будьте мне. И дальше идет объяснение, а что значит быть людьми святости? Что значит быть святыми людьми? Басар, басаде, трефа, лотохэлю. Значит, мясо в поле трефа, это, есть мясо кошерное, когда животное, был кошерный убой, значит, его зарезали, проверили, слили кровь, там, и так далее, это называется кошерный убой. То мясо, которое, например, овечку загрыз леопард, или там, ее укусила змея. Такое мясо называется трефа. Трефное, это, ну, так называется трефа, растерзанное дословно, вот. Трефа, это как растерзанное мясо. Есть невела, когда это же овечка вместе, а есть трефа. Трефа, это когда ее разорвали. Вот эту трефу нельзя кушать, отдать ее нужно собаке. Лекельф ташлиху на то. Значит, ну, читает вот обычный человек, да, который читает Тору в переводе на русский. Значит, святыми людьми будьте мне, мясо в поле растерзанное не кушайте, собаке его отдайте. Он думает, ну, зачем же, о чем это вообще идет речь? Что Бог хочет? Какой здесь смысл? Теперь углубляемся в устную Тору. Значит, вот эти вот люди святости, которые посвятили себя служению Всевышнему, они требуют отдельной духовной чистоты. То есть, есть разные состояния сознания, которые, которые даже вот обычный человек, он себя знает. То есть, бывает состояние сознания там утром после, утром первого января, да, если всю ночь не спал, праздновал там. И, значит, это состояние сознания, когда ты поднимаешь голову там из салата оливье и говоришь, где я и кто я. Это замутненное состояние сознания. Теперь есть состояние сознания, когда ты выспался, когда ты лег в девять вечера спать, когда ты не пил, ни там вообще. И у тебя такое прям, утром просыпаешься, такая легкость и ясность, да, такая вот. Ты прям осознаешь, думаешь, какой мир красивый. Бывают вообще возвышенные состояния сознания, которые ты там, вот я когда-то читал Фридс Перлс, основатель дештальтерапии. Он говорит, когда там всю ночь шел бой, он участвовал в Первой мировой войне, и меня послали на первый окоп, самый опасный, а я должен был быть в третьем окопе. И утром бой заканчивается, там химическая атака, все, и у меня там я ранен, какая-то царапина на лбу. И я смотрю на третий окоп, где я должен быть, а этого окопа вообще нет, все разбомблено, там все погибли. И вот этот восход солнца, тишина такая, я остался жив. И говорит, у меня это было, просто было личное переживание божественного присутствия. Да, в этот момент он говорит, я почувствовал божественное присутствие. Это высокое состояние сознания. Теперь у обычного человека эти состояния сознания меняются под воздействием времени суток, места, того, с кем ты общаешься. Очень сильно влияют, что ты кушаешь и пьешь на состояние сознания. И чем более человек находится в высоком состоянии сознания, тем более на него легко оказать влияние, замутить его, да, мутность такая. То есть, если, например, там радиоволна какая-то и шумы там и все такое. Теперь, если вы будете людьми святости, да, как это, что главное, одно из главных параметров. Это, значит, не есть растерзанное мясо, да, то есть твои питания. Это первая заповедь про питание, которая дана как заповедь. Значит, вот это вот растерзанное убитое животное, да, что оно чувствовало перед жизнью, когда его там лев растерзывал, как вы думаете? Явно оно было в небольшой радости и перед смертью у него вырабатывалось огромное количество адреналина, там каких-то гормонов, страх, там все. И все это было записано в его крови. Теперь, если ты святой, если ты священник, и ты съедаешь это мясо, а ты, ну, ты очень сильно следишь за своей святостью, ты со Всевышним там постоянно на контакте. И тут ты съедаешь и просто это совершенно меняет сознание. Например, китайцы своих самых жестоких воинов, знаете, как готовили? Они, значит, обезьяну так разбивали молотком голову живой обезьяне и ели ее мозг. И там просто они становились как дети обезьяны. Корейцы, южные корейцы, вот эти, ну, вообще корейцы, они собак, которых убивали, они их забивали палками до смерти, а потом съедали этих собак. Почему? Потому что собака в таком состоянии, когда ее забили палками до смерти, она просто, ну, совершенно у нее вырабатывается дикое количество вот этого адреналина, там, еще чего-то. И они, значит, это поняли, хотели быть более агрессивными, вот эти вот корейцы, да. Значит, они себя отождествляли с тиграми, да, вот эти корейцы. Теперь, значит, святые люди, они это растерзанное животное, они кушаете. А почему собаке надо отдать? Почему надо отдать собакам? И тут показывается великий божественный принцип воздаяния мера за меру. Кто защищал этих животных? Кто отгонял от них постоянно этих детей, там, зверей? Собака. Если это мясо растерзанное осталось, осталось лежать, значит, кто его сохранил? Собака. То есть, в первую очередь, ты должен отдать тому, кто это заслужил. И собаке, да, приводится в устной торе тоже, что здесь Всевышний хотел нас научить вот этому принципу воздаяния, что все имеет воздаяние в этом мире, даже собаке. Когда был исход из Египта, написано о собаке, они не, то есть, они даже не гавкали, да, утром, когда выходил юридический народ, они молчали. И значит, что, типа, вот, Всевышний за все, за малейшую доброе дело, он дает воздаяние, дает воздаяние. Но здесь мне ближе, как бы, понятнее, более короткая связь, что собака, когда ты находишь в поле это растерзанное животное, которое, овечка это, да, то оно осталось там лежать, потому что твоя собака, она его защитила. Так кому? Сам ты есть не можешь. Кому ты должен это отдать? Идти продать или дать собаке? Дай собаке, ты ей должен быть благодарен. Дальше. Лотисаш Машав, Лоташет Ядеха, Имраша Льет Эд Хамас. Значит, не, не, не поднимай, в общем, не лжесвидетельствуй, не становись свидетелем лживым в суде. Значит, дальше идут законы суда, да, то есть, мы видели, что для Всевышнего самое главное, это справедливый честный суд. То есть, чтобы не все равны перед законом. От Маше Рабейну, который, когда получали тору, он стоял вместе со всем народом, до, там, раб, рабыня, все, все, закон, это закон. Судьи, они должны подчиняться только Всевышнему, и для них главное закон. Значит, и здесь, что нельзя быть свидетелем, уже свидетелем и так далее. Не, не, ты не должен идти за большинством в сторону зла. Значит, то есть, если большинство делает зло, ты говоришь, ну, большинство, нет. Не, значит, то есть, смысл, что ты не должен, большинство в вопросах справедливости, добра, зла, большинство не решает. Нет такого понятия. Есть добро, есть зло, есть закон, и большинство не может сказать, знаете, там, ну, например, приведем пример, там, кто-то сделал преступление какое-то, и присяжные говорят, ну, что, ну, нам его жалко, ну, сделал он преступление, ну, убил, ну, ничего страшного. Такого нет. То есть, есть убил, не убил. То есть, закон должен быть законным. Так, теперь дальше. И даже бедного ты не можешь, судья не может бедного, как бы, дать ему предпочтение в его ссоре. Почему? Казалось бы, до этого сколько было закона, бедным надо помогать, бедным надо помогать, бедным надо помогать. Теперь, значит, суд. И бедный, он говорит, ну, я украл, там, потому что я бедный. Значит, суд украл, украл, а второй украл, потому что он богатый. По человечеству это разная кража, да, богатый намного больше грех сделал. Это, помните, вот это мы вчера учили, позавчера, про царя Давида, когда ему пришел пророк Натан и сказал, что богатый украл у бедного единственную овечку, и ее, значит, зажарил, отдал ее, там, путнику и все такое. Какой суд? Давид говорит, по закону он должен за овцу отдать в четыре раза. Но я из-за того, что он богатый, он у бедного забрал последнее, я говорю, что ему надо, значит, его надо убить. А пророк Натан ему говорит, это ты сейчас на себя суд сделал. То есть, по закону он должен был сказать, значит, я все картины не знаю, я не понимаю, что это мир немой, это мир Всевышнего. В Торе написано за овечку в четыре раза, в четыре раза, все. Но то, что он своими добавил вот эти вот все, знаете, бедного жалко, это у него одна овечка, у богатого много, там и так далее. А может у богатого много, и он думал в этот момент, что он сейчас у бедного овечку заберет, а потом он ему тысячу подарит. Может такое быть? Может. Если ты додумываешь, что, ну так уже можно все, что хочешь додумать. А что он эту одну овечку забрал у бедного? Не знаю. Ну, то есть, мало ли что он забрал ее. Да, может быть, этот бедный, значит, подкоп уже, миллион вариантов. То есть, ну, закон говорит, за овечку в четыре раза, все, не добавляй, не прибавляй. Отдать, даже здесь написано, представляете, вы дали лотеадер брево. То есть, ты не можешь ему отдать предпочтение в его ссоре и поступить не по закону. Ну-ка, давайте, лотеадер. Лотах лок локавот лизакутобадин. Да, объясняет Раши. Он говорит, не делай ему почет и уважение, чтобы его удостоить в суде. И сказать, ну, бедный же он. Я его сейчас удостою в суде и окажу ему почет. Да, то есть, этим самым. Судья не может так вести. То есть, законе и закон. Его поставили на то, чтобы соблюдать закон. Это закон, кстати, для судей. И последний отрывок, я хотел на нем остановиться в сегодняшнем дне. Если ты увидишь осла своего ненавистника. Вот это очень, это такой жизненный закон. Вот смотрите. Казалось бы, вот как вы понимаете. Если увидишь осла своего ненавистника. Тот, кто ненавидит тебя. И он ровец, и ты его ненавидишь. То есть, санеха твоего ненавистника. То есть, тут можно и так, и так смотреть. Он лежит, осел его упал под весом. Он этот ненавистник, видно, плохой человек. Он осла нагрузил на него, очень много нагрузил поклажи. И этот бедный ослик упал. И ты, значит, говоришь ненавистнику. Вот ты, конечно, вообще животное. Как же ты к этому ослу относишься? Сам ты хуже, чем этот осел в сто раз. И Тора продолжает. Ваадальта мя зовлю. И ты пошел себе дальше. Ай-яй-яй. Какой он этот ненавистник, плохой человек. И ты отказался помогать ему. Освобождать осла от поклажи. Говорит, теперь повелевающе, да, окончание этого отрывка. Азов-то азов и мох. Помоги, помоги вместе с ним. Дословно. Азов-то азов, типа освободи этого осла вместе с ним. Всевышний говорит, он твой ненавистник. Согласен. Он плохой человек. Согласен. Но осел почему должен страдать? Осел это творение Всевышнего. Плохо-то сейчас ослу. Значит, ты... Есть отдельный запрет. Называется страдание. Нельзя доставлять страдания животным. Царь Бали Хаим. То есть, это Бог запретил доставлять страдания животным. Теперь, значит, ты должен этому ослику помочь. Теперь представьте ситуацию. Этот ненавистник, он тоже был сегодня на уроке, да. И он, значит, говорит, а, видишь, ты в типе с песами, с бородой, религиозный. А глава Мишпатим учил? Учил. 23 глава, значит, 5 отрывок. Помнишь? Помню. Ну, давай разгружай моего осла. А тот ему говорит, написано в конце какое вместе с ним. То есть, давай ты разгружай, я тебе помогу. Ты не можешь мне сказать, чтобы я должен выполнять, а ты не должен. Видишь, написано, азов, тазов, эмо. А свобожда, освобождаю вместе с ним. Теперь, если бы не устная Тора, мы бы подумали, какое это имеет ко мне отношение. Нету сейчас ослов. Нет ослов сейчас. Кто возит сейчас поклаженое осле? Это 3000 лет назад написано. Теперь, а какое это имеет отношение к нам? Вот, например, какой-то человек, ему плохо. И он тебе жалуется. Вот он жалуется Тане Савинюк и говорит, Таня, значит, плохо мне, плохо, нету мне денег, все. Помоги, Тань, помоги. А Таня ему говорит, смотри, я тебе с радостью помогу. Но написано, что нужно даже освобождать ослика вместе с ним. Ты-то что сделал для того, чтобы тебе стало лучше? Давай ты начнешь что-то делать, а я буду тебе помогать. Буду тебе помогать. То есть, нужно помогать человеку вместе с ним. И это очень важное вот это вот добавление, что часто, когда мы сами попадаем в какую-то ситуацию, как этот ослик нагруженный под клажей или там, то есть, мы не предпринимаем никаких усилий. И если кто-то нуждается в помощи, он в первую очередь должен начать себе помогать. Потом молиться Всевышнему, потом Всевышний ему начнет помогать, потом люди начнут помогать. То есть, очень важно делать самому постоянные действия, как есть такой, это классическая такая вот траническая конструкция истории. Значит, как-то один человек вышел, один человек пришел к раввину и говорит там, к Большимтову, ну объясни мне вот Хасиду. Тот объясняет, говорит, Бог везде, Бог с собой разговаривает, Бог Всевышний везде. Это была главная идея Большимтова. Тот говорит ему, вот не могу понять эту идею, не могу. А Большимтов ему говорит, ты не можешь, ты не хочешь. Так он ему ответил. Но Бог с собой все равно всегда разговаривает. Тот выходит, раввин от Большимтова, и значит, грязь, зима, там не зима, слякоть когда-нибудь, осень, весна. Знаете, проселочные дороги, и какой-то крестьянин, у него телега перевернулась, груз упал, значит, ему надо этот груз на телегу, лошадь. И вот этому раввину говорит, Рэбе, помогите мне этот груз на телегу затянуть. Он говорит, не, я не могу. А крестьянин ему говорит, ты не можешь, ты не хочешь. Ту же самую фразу, которую только что ему сказал Большимтов, то есть это как бы Всевышнему передало это послание. И в 99 случаях, когда человек говорит, я не могу, то он не может, он не хочет. Он не может делать зарядку, он не может выучить иврит, он не может учить Тору, он не может соблюдать заповеди. Он по-настоящему, он недостаточно хочет. И вот теперь, значит, очень важно, когда вы это узнали, зафиксируйте какие-то инсайты, которые лично вам пришли, чтобы их не потерять. Зафиксируйте их, запишите себе. Я понял сейчас такую вещь, что там, где я говорю, я не могу, на самом деле я не хочу. Я могу делать очень много вещей полезных, хороших, нужных. И вот эта моя отговорка, что я не мог, она, конечно, никого не убедит на небе, поэтому надо делать правильные вещи. И Всевышний нам даст во всем благословение, поддержку, все-все-все, что нужно, здоровье, он всем даст. Все, чтобы была выздоровела Раиса Бат Александра, дочка Александра, чтобы была у нее Рифа Ашлама, полное выздоровление. Рифа Атаневши, Рифа Атагуф, чтобы она прям вышла из больницы и была здорова-здорова. И все, кто нуждается в выздоровлении, я на вашу молитву говорю тоже Амэнь. И тот, кто молится за ближнего своего, Всевышний ему ответит в первую очередь. Все. Счастливо. До завтра.